Частный сектор на улице Мервинская превратился для местных жителей в зону страха. В августе этого года мы рассказывали о том, как здесь два питбуля загрызли насмерть соседскую собаку. Тогда пострадавшие неоднократно обращались в полицию, но хозяева питбулей продолжали отпускать двух бойцовских собак на самовыгул. Ну, 11 числа приходили вот этого месяца, приходили из администрации города, вручили ему уведомления, чтобы он правильно содержал собак. Ну, и 16 числа он опять выпустил собак своих на самовыгул. И они бегали, тут бегали, перепрыгнули через мой забор на мою территорию и напали на моих собак. Кобель ягодтерьера получил глубокие рваные раны и потерял много крови. Муж Анжелики отогнал питбулей веслом, но те не успокоились и напали на дворняжку другого соседа. Ну, и летят на меня. Ну, единственное, что я мог сделать, вот достать газовый баллончик, как бы, приснуть. И тут вот эта вот собака, то есть моя, влетела мне, как бы, на защиту. Вот. И они ее начали драть, то есть они ее погнали в ту сторону и, как бы, начали убивать. Дворняга Бим выжил, однако теперь его глаз не видят, шея и ухо разорваны. Питбули же рванули дальше по улице. С тех пор их никто не видел. По предположению соседей, сейчас питбулей нет дома. В тот раз они лаяли. Хозяйку Питбули зовут Мария Бокарева. На Мервинской живет ее сожитель, у которого и содержались собаки последние полтора года. Как предположили местные, после недавних событий Мария могла отвезти собак на свою квартиру на девятой линии. Мы поехали туда, и местная председатель ТСЖ сказала, что лай слышен только от соседских спаниелей. Нет, она не живет. Уже год, как они не живут. Потому что были жалобы, что собаки, когда оставались одни, они выли. Но они правда выли. Это можно было слышать несколько этажа. И после этого, я так понимаю, они приняли решение уехать в частный сектор. Из-за поднятой шумихи в соцсетях стало известно еще об одном нападении питбулей, которое произошло при большом количестве свидетелей на выставке собак. О происшествии Анжелике рассказали очевидцы и предоставили фото погибшей маленькой собаке. И эту собачку девочка держала на руках. И питбулей вырвали из рук девочки и тут же ее разодрали сразу насмерть. Хозяйка собак не видит в случившихся фактов ничего предосудительного. А о последних двух нападениях мало что знает. А уже двоих собак они покусали. Вообще замечательно. Вот летом они загрызли собаку соседскую. Ну, а в чем проблема-то? Дело в том, что они кусают других собак и загрызают нас. И что? И что? Людей они покусали? Это нормально. Вот. И что? Что нормально вы считаете? То, что они нападают на других собак? Ну, конечно. Потому что они нападают на тех собак, которые, типа, вот они бегают. Шавки, вот эти ванячи. Вот. Они на них нападают. Ваши собаки перепрыгнули через забор. Ваши соседки Анжелики напротив. И самостоятельно туда попали. Это не шавки. Они напали на домашних собак. Ну, домашних, да. Потому что они вают. Они вают, типа, они вынуждают. По поводу нападения на людей у жителей Мервинской есть свои опасения. По этой причине они выходят на улицу с осторожностью. Завтра может быть это не собака. Это завтра может быть ребенок. Это может быть маленький ребенок с маленькой собачкой, который начнет эту собачку защищать, схватит ее. А эти просто, да и собаки, просто кинутся и будут убивать и собаку. И, соответственно, ребенок будет защищать собаку, а не будут убивать ребенка. Вот и все. Сожителя, владелица Питбулли, местные характеризуют не в лучшую сторону из-за его образа жизни. Нам удалось поговорить с хозяином агрессивных псов. Показалось, был на веселе. Они пропали. Каким образом? Каким образом? Это у вас надо спросить, каким образом. Ну, как, если они постоянно в наморднике и на поводке, как они могли пропасть? Ну, как, вот, женщина уходит из семьи и все, и ушла. Также и собаки ушли без оборки, без оборка, и ушли. Как еще вам объяснить? Мои предположения, что их убили. Может, потому что они грызут других собак? Ну, слава богу, хоть избавили. Поселок от дворовых речей. Где находятся Питбулли в данный момент, пока не ясно. Это пугает местных жителей. Они уже обратились не только в полицию, но и в отдел по защите прав человека. Впереди обращение в суд.